Скульптор компании «Артлёд» работал над ледяным изваянием два дня. На его создание ушло порядка 400 килограммов материала. Идея сделать точную копию памятника жертвам атомной бомбардировки, который установлен в Центральном парке города Хиросима, это желание выразить гражданскую позицию и напомнить общественности о тех страшных событиях. Скульптура состоит из двух блоков – основания и часть в виде арки, в которой находится вечный огонь. Символично видеть тающее пламя, словно оно хочет сказать «Люди, остановитесь!» Тоже своей работой хотели выразить и авторы композиции. К сожалению, вот эта ситуация, хотя сейчас она и под контролем, но коренным образом не решена. И молимся, чтобы никогда не наступил тот день, когда произойдет что-то подобное. Место памятнику нашлось в Булатниково. Администрация поселения с радостью поддержала инициативу руководства предприятия «Артлёд» установить здесь скульптуру в память о жертвах Хиросимы. Тем более, что со дня этой трагедии прошло 70 лет. Столько же, сколько с момента окончания Великой Отечественной войны. Заставил очень сильно задуматься именно в день 70-летия Победы, когда в принципе все мероприятия, приуроченные к Дню Победы, они особую значимость приобретают. Получается, и это мероприятие, которое сегодня у нас первично проводится, мы, естественно, возьмем за традицию, чтобы это дело и впредь тоже в этот день помнить о тех событиях, которые были 70 лет назад. По словам скульпторов, композиция простоит сутки. И пусть она растает, но главная цель достигнута – привлечь внимание людей к проблеме, которая дважды дала знать о себе 70 лет назад. Сначала в Хиросеми, а затем в Нагасаки. Важно не повторить ошибки снова.